Скажите, пожалуйста, мир вам. Вот у меня дочка спрашивает, почему в церкви нельзя играть на инструментах, на скрипке, например, на фортепиано, почему только поют? Так и так не принято, играть надо, во-первых, хорошо, ну а потом вот у католиков, у них это есть. Мы ухаживали за одной, она была Иннокене, Рязанова, вот, и они были в Иерусалиме, и у настоятельности отпрашивались, мы бегом бегали туда, послушать, как играет орган. У них, например, Баха, страсти Господней, это надо слышать. Ну вот мы считаем, что гусы, всё поминаем у Давида, а у самих ничего нету. Ну, это так вот, у нас орган, это гортань, объясняют, ну, Давид-то и гортань знала орган, что это разные вещи, ничего нельзя ответить. Вот и так считается, говорят, со мной Монокене, и там Иннокене, она на берегу Нила была, это самое красивейшее место. И 30 лет она была воду черпана на закате, видела красота неописуемая, и она ни разу не подняла глаза, чтобы посмотреть. Вот этот был архимандрит Юрасов Амвросий, он много раз приезжал, колнею сюда и в лагере был. И в книге своей пишет, что смотреть на звёзды – грех. Когда мы видим, звёзды перечисляют Давид и славят Бога. Ну, кто-то же это всё придумывает. Придумали же копать горы, залезть в пещеры, киевские пещеры. Это пещерное христианство. Тогда был ещё он не патриархом Кирилла, а митрополитом, смоленским, калининградским. Он говорит, миссия – это движение вперёд. Почему мы не идём? Я думаю, почему ты не идёшь сам-то? Апостол Павел же не ниже тебя, женщина был, однако шёл, и все апостолы шли по парам. Разбились два человека. Вот весь миссионерский отдел. Женщины не посылаются, но есть и люди, женщины, которые стали не просто апостолами, а апостол для апостолов. Один за всю мировую историю человек удостоился этого звания. Знаете, кто? Мандолина. Однако Андрей Критского считается Мария Египетская, которая ни одного часа не прожила по Евангелию. Она 47 лет по пустыне шлялась. Зачем это нужно? Это не христианство. Это выверт какой-то, наоборот. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. То есть живым людям. Кто будет веровать и креститься, спасён будет, а кто не будет веровать, осуждён будет. Как он человек? Я, говорит, обратил вас к благовествованием, а не тем, что ему свечку под нос понесли. У нас всё выверщено, и ничего нельзя сделать. Как сказал, ты баптист. Зовут тебя всячески, натравят на тебя, еретикону зовут, икону тебя подставят. Вот в этой дребедении нашей, по-другому не назовёшь, остаться христианином, никуда не уйти. Ведь 85% баптистов по сегодняшний день – это бывшие православные. Всё растеребили. Процентов? Речь идёт о миллионах. Всего православных на Земле сегодня где-то 250 с чем-то миллионов. От сектантов и ритиков – 660 с лишним, уже миллионов. Так они-то пришли позднее на тысячу лет. А почему? Они всё время меняют тактику. Кого садили православных, вот при советской власти? А у них 130 человек. Одновременно арестованы там по всем. 30 примерно не вернулись домой уже никогда. Православных, хоть я один-единственный до Дальнего Востока, никого больше нету. Да и то, может, потому что с ними знался. Нам молиться и плакать надо. Учиться плакать. Я у Бога просил этот дар. Я никогда не знал, что надо. Павел говорит, я учил 3,5 года со слезами. А у меня-то слезы, слёз нету. Я возьму да помолюсь, сам не знаю, чего просил. Бог дал такие слёды, что я не могу остановиться. У меня организм обезвоживает всё начало. Перед глазами открылась эта страшная картина в церкви. Кладбище, скотомогильник. Как этот Игумен Сахаров был. Говорит, вы найдите ещё человека, который стоял бы на коленях в церковной ограде и часами плакал. Хоть отдельно души стали приходить. Мы же не читаем Слово Божие. У сектантов примерно 3 раза в год от корки до корки. Вот у меня очень хорошие знакомые, вместе жили даже, Виктор Николаевич Савченко. Вот наша сестра Симоненко, это родная сестра Ивольга Николаевна. У меня, говорит, праздник сегодня. Я говорю, а какой? Закончил Библию, считать начинаю снова. Значит, 100 миллионов у православных этого не встретишь. Вот как, кому подражать-то надо. И Бог наградил даром Барда. Музыку пишет. Где-то 78 моих стихотворений на музыку положил и сам поёт. Вот как. Вы должны видеть доброе везде. Идите, поучитесь у муравья. У пчелы. Шестая глава притчи Соломона. Да к чё пчелы? Мёд взял, да и ушёл. Нет, посмотри, как всё там распределённо. Как они этот воск вырабатывают. Воск от общерины пот, потеют. Крыльями машут. Они вот так друг за другом сделают там кольцо какое-то, чтобы воск был. Воск это они из себя выдавливают. А мёд что такое? Мёд это, грубо сказать, который они приносят в нектар, сблёвывает его. Пчелина и бливотина. О, так вкусно-то как. Других насекомых нету. Её любят все. И муравьи, и медведи. И знатные принцы, и нищие. Ну, глаза-то открыть надо, посмотреть. Смотрите на ласточку. Ну, как она знает, когда прилетает. Журавли знают, когда мы не знаем ничего. У нас вокруг учителя. Ласточка летает высоко. А что она летает высоко? То, что давление меняется. Машка, мы не видим давление. Машку не видим. Машка поднимается кверху. А ласточку видим. Она вверху улетает. Всё, погода хорошая. Давление сменилось. Прижало машку. Ласточка прям землю касается. На наших глазах барометра не надо никакого. А сколько в нас всего... Ой-ой-ой. Вот учится не пять лет в университете, а шесть лет на медицинском университете. И только ухо, горло, нос. Только человек-то, кроме носа, ещё есть. Ну, это... Другой по глазам. Терапевт другой, по сердцу. Всё другое. Человека по частям разложили. И то они могут вылечить. Не могут. Один офицер был где-то... Как во Вьетнаме-то. Полковник. Большое звание. Дальше только генерал. Ну и пришёл к тамошнему врачу. А он дома лечит. Поговорили. Он говорит, у меня... Нехорошая болезнь. Недержание. Начинается пора твой. А он меня в туалет тянет. Уже сколько раз. Он давай распрашивать его. Он думает, ты когда лечить будет? Нет. У меня с тобой... Он его всю неделю, наверное, всё беседовал, узнавал. Мне, говорит, прежний врач говорил, тебе парное молоко надо. Он говорит, как раз это главное тебе победитель-то тебя. Ты отодвинь молоко. Он говорит, сначала ему платить деньги. А за что платить? Ну, у меня всё нормально. Нет, я тебе ещё не лечить. Я только побеседовал. У меня, говорит, сноха сама себе руку берёт в руку. Там второй, третий месяц беременности, она говорит, какой ребёнок будет. Вот, а мы думаем, они отсталые. Вокруг такая красота. Куда-то тянутся, Господи помилуй. Нам никуда не надо идти. Православие – это полнота. Во всей красоте. Нет. Одно слово не так сказал. Долой. Обида. Разводы. Разводов-то... В четыре года первого после свадьбы восемьдесят четыре, шестьдесятых процента разводов. То есть на тысячу восемьсот сорок шесть разводов. Дети-то беспризорные. Это всё православное. Я в тюрьме был. Восемнадцать лет сотрудничал. После освобождения я их знаю. У меня большой опыт тюремный. Никого хуже православных нету. Что попало делали? Священник. Два сына. И оба в тюрьме сидят. Воры. Маленько-то глаза-то раскрыть и научиться молчать. А он меня оскорбил. Как оскорбилась, если ты умер? Тебя нету. Отвергнись себя. И вот эта вся обида от того, что... Не понимает, что мы умерли. Мир для меня и я для мира. Павел говорит, два мертвеса. Они уже друг друга не замещают. Обижаются. Всё время какая-то обида. Жена без малого должна быть. Торжество православия. Позор православия. Это день торжества. Где оно торжество? Какое? Перед кем? Ни в семье, нигде нет торжества. Вот на всё-то, когда посмотришь, у тебя столько дел будет. Распространять Евангелие. Переписывать. Разносить. Выписывать. Тем более, бесплатные Евангелии дают. Я узнавал, к примеру, уже 3 миллиона распространили. И благословение патриарха Кирилла. Красные такие. Крупным шрифтом. Жирным. И в руки не берут. Да бог дал нам оболтай. Какого? Архиерея-то. Да, мы не подчиняемся московской патриархии. Они над нами власти не имеют. Но у нас близкие-близкие отношения. Их митрополит Сергий Иванников приезжает по Теряевку. Там два раза в год бывает. На престольный праздник и на День деревни. И он говорит даже боязно. Только подслушиваешь его где-то. Вот сейчас прощенное воскресенье было. И наш батюшка, мой брат, отец Аким, в алтаре был. И слышит архиерея там в алтаре и говорит. Вы как себя ведете? Игнатий Тихонович что говорит? Половина из вас в аду будут. А я не свои слова сказал. Я сказал слова Иоанна Златоуста и Серапима Саровского. Он моим именем их пугает. Вы доиграетесь, говорит. Останетесь ни с чем. Почему они идут везде, все раздают? Мы в окрестностях здесь только 30 тысяч раздали Евангелие. С нашими книгами проехали до Дальнего Востока, Тихий океан. Потом до Лиссабона, Атлантика. Скандинавия, Прибалтика. Как раз Виктор Николаевич один из миссионеров был, два, и шофер. 650 библиотек получили полный комплект наших книг. Нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Я не боюсь это сказать, потому что это дело Божье. Дело Божье не скрывается. Это светильник на высоком месте. Это Бог делает. Разбери сколько нас здесь. Кто пойдет куда? По самым простым вещам невозможно договориться. Все какая-то обида, что-то недовольное. Неправильно живем. Научитесь плакать. Научитесь искать доброе везде. Считать каждый день последним днем. Все заговорить по-другому. Не надоело слушать? Нет. Нет. Спасибо, Игнатий Тихонович. Давай, сестра. Хороший вопрос задала. Ответа на него нет. Мы такие, послушаю сказать, неразвитые. Смотри, сколько везде хорошего есть. Вот мы где ездили, католический костел. Мы в него заходим, молимся. У нас ставка была в Азербайджане, город Баку, столица. В доме Мулы. Мулы – это священник. Мулы разговаривает на шести языках. Вы найдите мне православного одного на всю страну, которая на шести языках разговаривает. Жена знает четыре языка и два высших образования – консерватория. Мы вместе ходили в мечеть молиться. Они у меня смотрели, как на врага. Потому что у них между двух молений, намазы называется, время было. А я зашел на скидраны, я снял. У них нельзя в обувь заходить-то. И босиком. Они возле стен сидели, там мальчик один. Там видно, что такие воины. Я когда встал, наклонился в последний поклон-то. И там замер, как они молятся. Когда встал, они вокруг меня в три кольца. Я посмотрел – ого! Наедине где-то встречи, побежишь. А когда заговорили, заулыбались, они по плечу меня бьют. Я тоже там учился, там в Санкт-Петербурге. Как родные уже стали. У нас в Барнауле большая мечеть. Захвата заложников нет. Голову не режут. Детей не захватывают. Мало этого разве? Мы как одна семья живем в Барнауле. А почему? Потому что много мне приходилось заниматься с мэрами города. А он забирал каждый год нас. И они что-то слышали, что-то давали. А Господь делает свою работу. Не мы, это не наше. Это Божье. Все. Благодать Божья делает. Вот как. А тут никак. Ой-ой, там у нас рядом строят мечеть. Мы будем теперь митинговать, чтобы они не строили. Позвольте. Кто же это делал так-то? Мещеть. Да они идут в свою мечеть. Да рядом идти, никуда не надо. Вот с ними беседуйте, пригласите. Есть такие люди разговорчивые. Ну, разве нечему поучиться-то? У русской женщины в среднем 1,8 ребенка в семье. 1,8. У мусульман во всем мире в целом. 8,1. Когда Анвару Санату сказали, что вас тут задавят. Не задавят. У нас атомная бомба есть. А какая? Матка женщины. Вот и все. Это отвечает глава Соединенного Государства. Вот как. У них ни одного бафта нету. В Российской Федерации сколько разных регионов. И только один глава одного региона запретил делать аборт. А их за перестройку только было. 120 миллионов в Российской Федерации. 120 миллионов человек убили. Это что? Мимо черепа идет. Я сегодня с ним разговариваю. Он маленько так с акцентом говорит. Пожилой человек. Слушает внимательно. Да благословит вас Бог. Я говорю, а вы кто по национальству? Он чеченец. Видно, лет под 60. Я говорю, кто такой глава администрации? Запретил аборт делать и подвел под уголовный кодекс. Он не знает. Я говорю, Рамзан Ахматович Кадыров. У меня письменная благодарность от него есть. О, что о нем так отозвались. Он давай меня благословлять. Смотрите, сколько интересно вокруг. Как ял песни говорит. Вот нас и опустили, как в старые кофейники. Надо весело быть радостным. Нас Христос спас. Где-то маленько кольнуло. Все, запомирали. Меня второй месяц не выпускает. С клиники в больнице каждый день водят. Что-то там исследуют, берут. Там пришло такое с Германии, что один из вариантов то, что мне ноги отрежут, там гангрена будет. А я протопал пешком сколько-то и дома радуюсь. Опять вышел сюда на вас. Ну, гангрена и данка гангрена. Сергей парализованный, 17 лет лежал. А молится, может, Бог чью-то молитву услышит и не будет гангрены. У меня с ногами неладно стало вдруг внезапно. Колени болят и ноги пухнуть стали. А я стараюсь ходить, все упражнения утрами делаю. Вашими святыми молитвами, миленькие мои. Так, уйду я сейчас. Все. С Богом. Спасибо, Христос, Инатель Тихонович. Аминь. Спасибо, Христос. Маргарита задала вопросы, как мы поплыли сколько, от океана до океана. 650 библиотек получили полный комплект наших книг. Повторяю, нам обошлось это в 35 миллионов рублей. Мы поехали, рубля нету. Бог, как с неба делает, откроет. Почему? Платим десятину. Отверзли, Господь, говорит, небо. Вот и в Германии от мусортистона останавливались. Валентина Дмитриевна. Благословенная семья. С Богом.